Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о помидорах. А точнее о сорте помидора спрут. Знаменитое томатное дерево. Вот оно перед вами. Вот видите, один куст. Растет один куст. А помидор очень мало. Какое же это томатное дерево? Это не томатное дерево, это ерунда. Сажаю его второй год и опять разочарование. Обычно я сорта сажаю по два года. Если в первый год не понравилось, то больше не сажаю. А с чем-то понравилось, проверяю на второй год. Вот в данном случае, в второй год, я еще раз убеждаю, что помидорина плохая. Интереса к ней у меня никакого уже нет. Вот сейчас показываю другой сорт. Тоже томатное дерево. Вот я специально показываю. Это тоже одна помидорина. Вот смотрите внимательно. Это одна помидорина и тоже посажена. Пермая. Вот видите? Все это помидоры, помидоры, помидоры. А куст один. Помидоры, помидоры, помидоры. Вот смотрите. Все помидоры. Конечно, фотоаппаратом очень трудно изобразить. Насколько тут много помидоров. Вот так вот. Похоже, больше двух верил. То есть, все получается. На два квадратного метра растет один куст. Вот, один куст. В начале растли огурцы. Точнее, первый мая посадил шесть огурцов. Так. Одну помидорину, точнее, один куст. И тыковку. Вот она у меня тыковка. Вот она растет. Тыковка, тыковка, тыковка. И ушла на улицу. Вот. К сегодняшнему дню вы видите, сколько помидоров. Вот они на земле валяются. Почему они валяются? Они излучают этилен. Это позволяет всем помидорам краснеть. Потому что я продолжаю еще поливать. А как я перестану поливать, они сразу все покраснеют. Поэтому пока еще поливаю. Вот. Время есть. Болезни пока нету, слава богу. Вот. Почему я показываю вам этот помидор? Потому что он мне нравится. Чем же он мне нравится? Вот до этого был у меня маяк, фантазия. Они трескаются. То есть, когда консервируете, они начинают трескаться. А это неинтересно. То есть, банку положили, залили кипятка, туда-сюда, смотришь, потрескается. Товарного вида нет. А вот у этого помидорина, видите, она плотная, плотная. Вот. Вот я трогаю, это плотная. Вот. Кого не потрогаешь, все плотное. Все они плотненькие. Вот. То есть, деконсервированный получается очень изумительный. Даже пол-литров в банке можно консервировать. Размер сливы. Не просто так похоже назвали ее сливка, потому что на самом деле размер сливы. Только цвет красный, а не синий. Вот рекомендую я вам сажать. Вот на двух квадратных метрах это один куст помидорины. Если бы я сажал обычным способом, то там примерно надо было, ну, так, примерно, ну, 9-10 кустов. А тут один куст. То есть, экономия рассады получается. А вот столько помидор. Это посажено в парнике. А улицы тоже у меня посаживают этот сорт. Краснеть начали только нижние. А урожайность тоже такая же высокая. Куст очень довольно-таки высокий. Но пастынки я тут не удаляю. То есть, вот как они растут, только и растут. Вот. Вот если бы мы немножко отойти, то вот как-то вот так выглядит. То есть, вот такой, ну, какой-то интересный куст получается. Вот. Пожалуйста, имейте в виду спрут. Это полная ерунда. Вы хотя можете, конечно, тоже поэкспериментировать. А вот сливки довольно-таки интересно. Сажаю второй год, и второй год мне нравится. И самое главное, даже пол-литровые банки можно консервировать. Это очень интересно. А тут дебарао, допустим, я тоже люблю. Но в трехлитровые банки они хорошо идут. А вот в пол-литровые, там, или литровые, это уже не очень удачный вариант. В данном случае, вот кто любит маленькие банки делать. Вот, пожалуйста, вот сажайте. Видите, сколько он валяется. Вот. И сколько еще будет? Еще, еще и две-дри недели. Так что урожай очень хороший. Еще раз. Вы мне задаете вопрос, что за сорт. Пожалуйста, сливки. Я помню, томатные деревья, сливки. Вот. Сажайте, ухаживайте. До свидания.